путешествие 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 это уже стало моим образом жизни за последние 15 лет путешествую сама путешествую с друзьями путешествую с моими туристами и вас приглашаю в мои увлекательные путешествия по аргентине и всей латинской америки и сегодня я отправляюсь в очередной раз в барелочи на моем канале вон там вот вверху по ссылочке вы можете перейти и посмотреть мои видео о барелочи которые я снимала в осеннем барелочи а сейчас август месяц у нас зима в аргентине и барелочи это основной горнолыжный курорт поэтому там много-много снега работают горнолыжные спуски и мы отправляемся с вами туда чтобы все это увидеть своими глазами и так погнали как вы помните здесь в аргентине мы ходим вверх ногами и у нас все наоборот а потому и зима у нас начинается 20 июня и длится до 20 сентября а затем собственно когда у вас там в европе начинается дождливая но осень у нас весна красна поэтому и мой августовский репортаж из барелочи это репортаж из аргентинской столицы снега и приключенческого туризма барелочи расположен среди тысячелетних лесов и кристально чистых озер в окружении высоких горных вершин ант все это вместе плюс прекрасный мягкий климат а барелочи находится на той же самой широте что и барселона только в южном полушарии делает этот город популярным у любителей активного отдыха и самое главное в зимний период то есть с июня по сентябрь барелочи становится основным горнолыжным курортом латинской америки но об этом во второй части нашего видео так что смотрите его до конца и это мы уже подъехали к знаменитому пятизвездочному отелю жао жао который со всех сторон окружен горными озерами и со смотровых площадок здесь открываются одни из самых красивых видов в окрестностях барелочи кроме того этот отель находится всего лишь 25 километрах от горы сэро катедраль на котором собственно и расположены все горнолыжные спуски сан-карлос-де-барелочи расположен в самом сердце национального парка на уэль-уапи который был самым первым национальным парком на территории аргентины и это настоящий рай для любителей природы с населением более 100 тысяч человек барелочи это самый густонаселенный город патагонских ант соответственно и инфраструктура для туризма здесь очень хорошо развита отели рестораны бары на любой вкус и кошелек хотя здесь конечно же нужно учитывать что это очень дорогой город и ценник на все в два раза выше чем в буэнос-айросе и конечно же в барелочи большое количество предложений активного туризма заряженного адреналином барелочи его окрестности омываемые восьмью озерами это самые красивые пейзажи не только аргентинской патагонии но и всей южной америки барелочи прекрасен в любое время года но зима привлекает сюда туристов со всего со всей латинской америки чтобы насладиться красотой за снежного леса боже как же я соскучилась по снегу я это поняла только сейчас когда побывала в зимнем барелочи я думала что снег это абсолютно не мое я его не люблю я его не видела уже больше десяти лет и всегда говорила и еще столько же я его видеть не хочу но это экскурсия это прогулка она просто была невероятной барелочи влюбляет с первого взгляда поселяется в вашем сердце уже не отпускает ни на мгновение и каждое время года придает особый шарм этому месту вот казалось бы совсем недавно стояла здесь на этой смотровой площадке когда в барелочи была осень сейчас зима абсолютно другие краски но от этого они не менее красивые национальный парк на уэль-уапе по которым мы сейчас путешествуем это реликтовый анско-патагонский лес с тысячелетними деревьями и своим уникальным животным миром и магией патагонии здесь есть множество смотровых площадок чтобы можно было спокойно наблюдать за всей этой красотой не потревожив животный мир а с этой смотровой площадке также можно понаблюдать за полетом андского кондора одной из самых крупных птиц на планете земля зима и горная форель пришла на нерест поэтому забравшись на удобный камешек можно понаблюдать за брачными играми этих больших очень крупных таких рыбок их здесь было просто невероятное количество а 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 Множество высокогорных озер – одна из основных достопримечательностей национального парка Науэль-Уапи. А когда они еще окружены заснеженными вершинами, это особое наслаждение наблюдать за ними. А это лисичка, красная лисичка. Мы ее уже видели в прошлом видео, когда я здесь путешествовала осенью. И вот опять она все время выходит к людям, чтобы попросить еды. Это уже из тех лис, которые ленятся сами, охотятся за мышами и предпочитают подождать, когда восхищенные встречи с ними туристы накормят ее чем-нибудь вкусненьким. А это на своем естественном выгуле эндемик южной части Патагонии – сероголовый Магелланов гусь. Или, как его называют в Аргентине, королевский гусь. Обитают они только в Анской части Патагонии, в горах, очень любят леса. И когда-то это был очень многочисленный вид. Но из-за охоты на него людей, сегодня они находятся на грани исчезновения и, естественно, под охраной государства. Посмотрите, какие красавцы! Но как их можно было убивать, не понимаю. Магелланов гусь. Магелланов гусь. Какие сосульки на вершине там со скал везде. Одна из моих самых любимых смотровых площадок в окрестностях. А в снегу это еще красивее. И, конечно же, местное пиво Патагония. Одно из лучших в Аргентине. Куда же без него? Ведь барелочи была основана немецкими и швейцарскими эмигрантами, которые, естественно, и привнесли сюда свою гастрономическую культуру. Саша! Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но в горах снег держится очень долго и снежный покров может длиться от начала июня и до конца октября месяца Немножко панорамы из окон ресторана, где мы пообедали А это зимние растения, которые придают особый шарм зиме в Барелочи Яркие краски и что-то очень похожее на снег Все вместе, вот такой вот он, зимний Барелочи Озеро Науэль-Уапи и заснеженные вершины за ним И сейчас мы отправляемся на главный горнолыжный курорт всего южного полушарио Сера-Катедраль Сера-Катедраль это гора примерно в часе езды от города Барелочи Самая высокая точка хребта 2388 метров над уровнем моря И в летний период эта гора пользуется большой популярностью у тех, кто занимается скалолазанием и альпинизмом А зимой, соответственно, здесь практикуют зимние виды спорта Несмотря на небольшое расстояние от города, климат сильно отличается Осадков на горе выпадает в два раза больше, чем в Барелочи И зависит это также от высоты Так, у подножья горы климат классифицируется как прохладный средиземноморский А на вершине альпийский климат или тундровый Сера-Катедраль находится на территории национального парка на Уэль-Уапе И история горнолыжного спорта здесь начинается в 30-х годах 20-го века Когда дирекция национального парка на Уэль-Уапе Приглашает австрийского чемпиона по горным лыжам Ганса Нёбла Который считает горы Сера-Катедраль наиболее подходящими для оборудования лыжных трасс В этот период и были проложены подъездные пути к горе И установлены первые подъемники от основания до высоты 1700 метров над уровнем моря В 1938 году на Сера-Катедраль состоялось первое спортивное соревнование Первые лыжные школы были основаны в 1940-х годах И среди них стоит отметить школу Каталины Рейналь Которая кроме того, что зарабатывала деньги на школе Также и занималась благотворительностью Так как на собственные средства обучала молодых людей из Барелочи У которых не было средств оплачивать свои занятия И вот мы уже непосредственно въезжаем на территорию горнолыжного курорта Видите, здесь очень много вокруг гостиниц, ресторанов, различных магазинчиков, служб сервиса То есть очень хороший, развитый горнолыжный курорт Поскольку сезон снежных видов спорта здесь в тот период, когда в северном полушарии лето То он пользуется популярностью не только у жителей Южной Америки Сюда приезжают спортсмены тренироваться со всего мира Соответственно и сервис здесь на мировом уровне Сегодня Сера-катедраль это крупнейший горнолыжный центр во всем южном полушарии И занимает площадь примерно 1200 гектаров для катания Здесь работает 32 подъемника Причем подъемники есть разного класса Кресельные, гондольные, бугельные И обеспечивает подъем 28 тысяч человек в час Кресельные, гондольные, бугельные Кресельные, бугельные, бугель city Кресельные они А все эти первые Волгец Кресель Повторker Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и еще немножко путешествия и зимних пейзажей вам из национального парка на Уэль-Уапе. Наслаждаемся! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот мы прибыли еще в один интересный городок который называется колония суиса он находится в 25 километрах от города баррелочи но дорога к нему в основном вся грунтовая нет асфальта основа это местечко было швейцарцами как нетрудно догадаться по названию в конце девятнадцатого века причем те семьи которые сюда прибыли в 1895 году сначала они некоторое время жили на территории чили но потом они для себя разведали это местечко которое им очень напоминала швейцарию и основали здесь свою маленькую швейцарию вот такой вот уютный красивый туристический городок полный различных сувенирных лавочек кстати на крыше сани хранятся а это мы зашли на территорию винодельни и здесь увидели такую вот красивую птичку которая как пьяный мужик после пивнушечки бредет домой так и я я это шикарный вид еще с одного балкона ресторана где мы обедали невероятная красота и кстати по озеру плывет старинный корабль самый первый который здесь совершал экскурсии по озеру на уэль уапе небольшая прогулка по улочкам баррелочи баррелочи это не только аргентинская столица приключенческого туризма но и столица шоколада аргентины очень красивые прилавки с огромным разнообразием этой швейцарской сладости и как все красиво оформлено дед мороз просто дед мороз в августе месяце вот здесь всегда ощущение что не хватает зимы на новый год и новый год в аргентине нужно отмечать в баррелочи и именно в июле месяца небольшая прогулка в динауапе более подробно об этом месте вы можете посмотреть в моем другом видео ссылочку я размещу а вот там вот вверху заходить смотрите а оригинальный ресторанчик в виде вагона поезда на железнодорожную станции здесь же в этом ресторане делают вермут мой любимый напиток поэтому естественно мы не могли отказаться от его дегустации мой первый аргентинский вермут и еще немножко красот в окрестностях динавуапи и собираемся в дорогу домой и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...